МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники наркополиции при содействии инспекторов Дорожно-патрульной службы на 21-м километре автодороги Тверь-Рождественно остановили легковой автомобиль Киа. Помимо водителя в машине находился пассажир, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. В ходе личного досмотра у одного из мужчин, находившегося в машине, обнаружен сверток с метадоном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. В Твери прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников госавтоинспекции. Цель рейда – взыскание задолженности с должников, уклоняющихся от уплаты по решению суда или других уполномоченных органов. Такая практика эффективно работает на протяжении ряда лет. Рейдовые мероприятия позволяют быстро выявлять транспорт должников, движущиеся в городском потоке. Важно, что в большинстве случаев владельцы автотранспорта предпочитают рассчитываться со всеми долгами на месте посредством портала госуслуг. Таких в этот день было девять. Они задолжали по административным штрафам и налогам. В ходе рейда остановлена Нива, владелец которой задолжал по коммунальным платежам. После наложения ареста на автотранспортное средство водитель испугался примененных мер принудительного исполнения и незамедлительно выплатил долги. В ходе рейда судебными приставами исполнителями Московского районного отделения города Твери наложен арест на дорогостоящую иномарка автолюбителя с суммой долга за кредитные платежи в размере 150 тысяч рублей. Должнику пришлось расстаться с БМВ на месте. Забрать свое авто он сможет только после погашения долга в полном объеме в течение 10 дней. Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области призывает вовремя оплачивать имеющиеся задолженности во избежание ареста движимого имущества прямо на дороге. Любой желающий может узнать о своих долгах и при желании произвести оплату. Также можно узнать о своих задолженностях в Банке данных исполнительных производств. Оплатить задолженность возможно посредством портала Госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты. Следственный комитет предупреждает. В Тверском регионе возросло число телефонных мошенничеств с использованием номеров правоохранительных органов Следственного комитета, полиции, ФСБ. Обращаем внимание граждан. Сотрудник Следственного комитета, ФСБ, МВД не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени силовых ведомств, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудникам Следственного комитета, ФСБ или МВД, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Будьте бдительны, уважаемые земляки!